Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня собрались в эфире первого медицинского канала для того, чтобы поговорить о деменции, а в частности, о болезни Альцгеймера, потому что, в общем-то, сегодня, надо сказать, что такой важный день. Мы сейчас с Юлией Александровной поговорим об этом. Я хочу представить доктора-невролога Юлию Александровну Шпилюкову, которая является научным сотрудником 5-го неврологического отделения Молекулярно-генетической лаборатории научного центра неврологии. Мы часто с Юлией Александровной пересекаемся на различных конгрессах. Юлия Александровна является таким тоже известным молодым доктором-дементологом, паркинсонологом. Да, мы все, у нас нет такого деления, надо сказать. Я вам благодарна очень за то, что вы сегодня пришли. И сегодня такой важный день, сегодня всемирный день болезни Альцгеймера, 21 сентября. Мы, кстати, обратите внимание, что мы с ленточками... Расскажите, пожалуйста, Юлия Александровна, где вы ленточку нашли? Потому что Юлия Александровна принесла ленточку, и мы радостно одели как символ борьбы с болезнью Альцгеймера. Я хотела сказать в первую очередь большое спасибо за приглашение. Мне кажется, что этот эфир действительно довольно важен, особенно в сегодняшний день. Эту ленточку я... мне ее подарила директор фонда Альцрус, пациентская организация, некоммерческая, которая пытается наладить, организовать помощь семьям пациентов, которые столкнулись, собственно, с таким страшным диагнозом, как деменция, различные теологии. Вот, собственно, Александра нам презентовала данные ленточки для проведения данного эфира. Ну, это на самом деле важно, потому что это такой символ, да, символ привлечения борьбы и привлечения внимания, потому что мы сегодня покажем вообще статистику по деменции, по болезням Альцгеймера, и она, честно говоря, немножко навевает грусть, да, а еще больше навевает грусть то, что сегодня практически не очень много каких-то государственных программ, посвященных поддержке людей с этим заболеванием, поэтому... Но мне кажется, вот нет у вас такого ощущения, мне кажется, что за последние годы мы вот с Александрой Щеткиной, тоже вы здесь видите на слайде Альцрус, это есть у данного фонда сайт, где я его смело рекомендую нашим пациентам, как его фонд, который поддерживает, где есть справочная информация, потому что мы на приемах не всегда успеваем просто даже рассказать, да, о каких-то вещах, поэтому мне кажется, вот у меня ощущение, что за последние годы все-таки стало... Мы стали больше слышать и средства массовой информации, да, и газеты, и все-таки о деменции. У вас нет такого ощущения? Ну, мне кажется, да, и мне кажется, даже, ну, по крайней мере, в крупных городах, да, есть какие-то сподвижки, скажем, с мертвой точки в сторону помощи, там те же самые палеотивные центры, да, пансионаты, то есть мне кажется, что сейчас это, ну, вот даже я как бы не имею очень там многолетней долгой практики, но тем не менее, вот даже за те годы, которые я принимаю этих пациентов, мне кажется, что сейчас более-менее даже сами пациенты более образованы по данному вопросу. Да, более образованные пациенты, действительно, один из мифов, да, что забывчивость – это форма нормального старения, да, то есть не всегда это нормально. И, собственно, я тут вот пыталась выяснить, почему 21 сентября – это всемирный день, да, потому что, например, при болезни Альцгеймера, при болезни Паркинсона, там эта дата приурочена, там, к рождению, да, Джеймса Паркинсона, а оказалось, что 21 сентября, потому что, вот, собственно, на слайде тоже мы видим международную организацию болезни Альцгеймера, которая в 84-м году она была организована, создана, и в 94-м году они отмечали 10-летний юбилей, и вот это было 21-го числа, и они решили, что вот всемирный день болезни Альцгеймера будет 21 сентября. Но эта организация на сегодняшний день стала такой глобальной, в нее входят там более 100 ассоциаций со всего мира, и, собственно, мы каждый год видим, и вы, наверное, следите за этими публикациями, мы тоже, они публикуют такие обзорные отчеты по болезни Альцгеймера, факты, какие-то результаты новых исследований, переосмысления болезней, и фактически это, по-моему, публикуется 2007-го, что ли, года, если я не ошибаюсь. И вот последний, фактически в середине, да, вот этот вот 2022 год, последний обзор такой, посвященный болезни Альцгеймера, который тоже так глобально говорит нам и показывает статистические данные. Ну, я вот всегда очень люблю, я очень люблю смотреть фильмы про неврологические заболевания, художественные, да, и книги, и в этом плане всегда тоже рекомендую и пациентам вот эти вот источники информации, потому что, еще раз говорю, что не всегда пациенты, не всегда мы все умеем и успеваем объяснить на приеме. И здесь я собрала несколько книг о деменции, вот две из них я прочла просто, наверное, за поем, и мне как врачу было очень интересно прочитать. Я здесь даже вот целую цитату из этой книги, поговорим, собственно, о деменции, которая меня немножко так вот впечатлила, да, то есть автор пишет. Писала, кстати, эта книга, где люди, которые семьи, родственники, страдающие этим заболеванием имеют, они рассказывали какие-то инструменты, как они справляются с этим недугом, как они помогают родственникам и так далее. И вот мне вот эта цитата «Представьте, что вы не можете понять, что происходит вокруг, не помните, что за люди вас окружают, потеряны, сбиты с толку и в силах разве что обратиться к давним воспоминаниям». То есть меня, честно говоря, вот эта фраза сама очень впечатлила, потому что я вдруг осознала, какой ужас испытывает сам пациент, да, потому что мы очень немножко так иногда чисто врачебно смотрим на это, да, со стороны. И в этом плане, мне кажется, и врачам это полезно читать, и не только рекомендовать родственникам. Ну и фильмы, конечно, о деменции, вот как бы тоже, наверное, вы смотрели последние фильмы «Отец»? Да, я вот «Отец», мне кажется, нет, но я старалась его посмотреть. Я когда увидела этот слайд, тоже подумала, я тоже люблю смотреть фильмы, причем я люблю такие не очень стандартные фильмы, типа триллеров и детективов. Вот, и есть такой сериал, он называется «Настоящий детектив», вот, и там в одном из сезонов, то есть там сезоны друг с другом не связаны, и, по-моему, это был третий сезон, где тоже, ну, значит, там пожилой детектив вспоминает какую-то историю, и ты сначала вообще не понимаешь, что происходит, а потом к концу сезона ты понимаешь, что это его обрывки воспоминаний человека, страдающего болезнью Альцгеймера. Мне кажется, тоже ты так в таком шоке находишься, когда досмотришь до конца. Да, да, интересно, надо будет тоже посмотреть. Поэтому вот эти инструменты, вот эти книги, они, конечно, помогают, и помогают нам, врачам, помогают родственникам для того, чтобы найти какие-то способы борьбы с этим недугом. Но мы, в общем, сегодня должны поговорить, мы так назвали свой доклад, как бы мы решили поговорить обо всем, да? Ну, то есть у нас 40 минут, но чуть-чуть обо всем, да, потому что постараемся сегодня осветить те темы, которые вот вышли новые рекомендации клинические и так далее. Но мне хотелось остановиться на статистике все-таки, да, для понимания. Вот эти цифры, конечно, меня впечатляют. 131 миллион будет страдать деменцией к 2050 году, да? То есть вот это цифры, которые, честно говоря, меня шокируют, потому что если представить, что на этот 131 миллион людей еще накладываются родственники, которые теряют работу, да, которые вынуждены ухаживать, да, то есть какое количество, да, то есть это как, ну, пандемия, по сути, да, вот болезни Айсгеймера. Причем есть и проблема же позднего установления диагноза. Хотя сейчас мне кажется, что все-таки здесь парадигма немножко сместилась. Мы чаще, я не знаю, как в вашей практике, вот чаще видим пациентов, которые приходят с жалобами на самых ранних этапах, еще когда сохранена, например, критика или родственники, да, вот чуть-чуть заметили, то есть это к разговору о осведомленности. То есть я стала видеть больше таких пациентов, не запущенных, да, а вот вроде бы вот на начальных ранних этапах, как у вас. Ну, я, в принципе, согласна с вами, я тоже, на самом деле, но мне кажется, больше половины случаев это люди, которые беспокоятся о том, что у них появились какие-то ранние проблемы с памятью, или люди, у которых были родственники с подобными проблемами, они приходят с вопросом, а как сделать так, чтобы у меня этого не было. Но я помню, мы как раз с Александром как-то обсуждали, что вот им в службу поддержки пишут очень много людей с продвинутыми стадиями, и вот мне кажется, что всё-таки это тоже зависит от места, может быть, где ты работаешь, ну, то есть вот мы с вами, наверное, работаем в таких... У нас, да, получается, что к нам идут уже люди, да, осведомлённые, может быть, да, 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 поэтому я думаю, что у всех по-разному, но как бы у нас это радует. Да, есть проблема ещё, что в первичном звене, наверное, иногда не диагностируется, да, то есть там за тем же диагнозом хронической шимии головного мозга, да, скрывается болезнь Альцгеймера. А, кстати, вот вам вопрос по поводу информирования о диагнозе. Вот во многих статьях, посвящённых сообщению диагноза, указывается, что и неврологи не совсем комфортно себя чувствуют, да, сообщая диагноз, и, ну, тем не менее, например, пациенты и их родственники по большей части всегда в конечном итоге, да, ну, как бы недовольны, но как бы они испытывают облегчение от того, что они знают диагноз. Вот у меня есть, я знаю, я понимаю, о чём я, то есть я иногда чувствую дискомфорт, когда я там вынуждена пациенту ставить этот диагноз, да, иногда даже, ну, у нас сейчас такой переход от патерналистской медицины, да, к такой немножко, да, в медицине, когда пациент должен быть информирован, но я иногда, как бы, говорю об этом родственникам и не говорю об этом пациенту, потому что у меня, например, были случаи, я о них рассказывала как-то в одной из передач о суицидальной попытке после сообщения диагноза. Как у вас дела с этими ощущениями вашими и информированием диагноза? Ну, в целом, я согласна, что мы сейчас, да, переходим немножко к другому формату общения с нашими пациентами, и я сторонник того, чтобы, ну, обсуждать реальные диагнозы, потому что это помогает в целом людям выстроить свою дальнейшую жизнь, да, спланировать как-то свою жизнь, может быть, он хотел там, пока он что-то помнит, посетить какие-то места или что-то ещё сделать, поэтому мне кажется, что сообщение диагноза действительно нужно, но вот если пациент, например, ну, мы же на приёме видим, если у пациента есть выраженная депрессия или там склонность к каким-то таким вещам, наверное, действительно, и если мы на 100% опять-таки не уверены, потому что, ну, вот мы будем дальше говорить, да, если мы не оценивали биомаркер, мы, по сути, не можем быть на 100% уверены, что это именно этот диагноз, да, поэтому это можно как-то более мягко сказать, что это может быть, да, то есть есть такая вероятность. Вот, ну, то есть если у пациента мы видим какие-то вот такие психические, да, склонности к тому, что это будет воспринято плохо, то есть, наверное, да, я согласна, это нужно сообщать как-то менее деликатно, точнее, более деликатно. Я, кстати, недавно купила себе книгу на конгрессе нашего зарубежного коллеги, как раз посвященную деменциям, и там высказывается такая мысль, что не нужно ставить диагноз болезни Альцгеймера пациенту сразу на первом приеме. То есть вот пациент к вам пришел, он вас не знает, первый раз видит доктора, и вы ему такие говорите, болезнь Альцгеймер. То есть ни в коем случае так нельзя делать, что неважно, даже если он пришел со всеми обследованиями, все равно вот посмотреть, либо назначить дополнительное обследование, либо обсудить какие-то варианты терапии, пригласить на повторный прием, и только на повторном приеме уже это сообщать, потому что пациенту будет больше доверия к вам, и, соответственно, он уже как-то адаптируется к этой мысли. Вот это, кстати, важный момент, который вы упоминаете, потому что этот способ я использую, например, при той же болезни Паркинсона, хотя чаще бывает, что человек приходит уже к тебе как в третичный центр, но, тем не менее, для многих это тоже такой очень фактор. И я согласна, иногда вот через несколько приемов ты потихоньку сообщаешь диагноз, и действительно в этом плане надо быть таким чувствительным в этом отношении. Но надо помнить еще, что спектр деменции, он как бы большой, да, то есть понятно, вот здесь я привела два исследования еще 2000-2003 года, да, там, что болезнь Альцгеймера, там, 54%, да, ну, в зависимости от возраста, но еще есть другие формы деменции, да, которые встречаются в нашей практике, которые нам надо помнить. Опять же, вот если мы говорим о распространенности, да, то есть фактически сейчас считается, что болезнь Альцгеймера шестая по значимости причина смерти, вот, в США. Причем мы все время ссылаемся, вот это грустно, да, мы все время ссылаемся на статистику США. То есть вот там все посчитано, сколько стоит вот эта вот помощь родственников, какие триллионы, да, долларов, сколько стоит, сколько пациентов, там, да, в возрасте 65 лет страдают, да, болезнь Альцгеймера, сколько страдает УКР, мы приводим все время их статистику, потому что в нашей стране фактически получается, что такой вот статистики значимой нет. То есть есть локальные эпидемиологические исследования, и это грустно, потому что, по сути, по многим вот таким заболеваниям статистики нет. Я, кстати, вот нашла тут, вы знаете, наверное, да, по глобальному времени заболеваемости, периодически в Ланцете выходят исследования эпидемиологические, вот, 19-го года и 22-го года, и там собрана информация по деменции и по прогнозам, да, к 2050 году. Я нашла там Россию, то есть, значит, это вот данные, которые Россия подавала, да, из статистических отчетов, вот, 2016 год, это был миллион 25 копейками, да, человек. 2019 год, это уже миллион 949 тысяч, да, человек. И прогноз 2050, да, год, 4 миллиона, да, человек. То есть это, ну, колоссальные цифры. То есть говорили, говорили, я помню, что, ну, так вот, экстраполировали, я помню, Олег Семенович, Елена Евгеньевна Васинина, они считали, как-то экстраполировали данные эпидемиологических исследований, они говорили, там, миллион, 2 миллиона, да. Вот эти данные вообще говорят о 4 миллионах, то есть это колоссальные, колоссальные цифры. Ну, это тоже расчетные цифры, да, получается. Да, да, то есть это прогнозы, они там математические. Это не по данным диагнозам, которые ставят у нас, они. Нет, нет, ну, это, то есть, ну, там тоже очень сложно, у них сложные, очень разные данные из разных стран, да, там, они там приводили в этих статьях, как сложно было им там все считать, но, тем не менее, это те цифры, которые вот есть, да, и которые меня, конечно, они, ну, так, впечатлили. И еще то, что меня поразила, вот, динамика в проценте смертности по различным заболеваниям между 2000 и 2019 годом, вот, обратите внимание, что, если там инсульт, да, программы государственные работают, да, и там, ну, идет какое-то снижение заболевания сердца, снижение, да, ну, рак там чуть-чуть растет, но посмотрите, как 145 роста, да, процентов при болезни Альцгеймера, да, деменции, то есть это вообще, конечно, однозначно, что те программы, вот сейчас у нас там программа по онкологической помощи, да, ну, то есть для меня очевидно, что следующим этапом это должна быть какая-то государственная программа по помощи больным с деменцией, потому что иначе мы просто... В первую очередь по их поиску, потому что у нас с этим еще проблемы. Да, с диагностикой, да, абсолютно, поэтому это такая, ну, как бы, большая-большая проблема. Юлия Александровна, я хотела спросить вас, потому что сейчас вышли новые критерии болезни, да, вот Альцгеймера, они выходили, да, был целый ряд критериев, что вот, что нового вышло в тех критериях, которые вышли сейчас, насколько они нужны практическому врачу, то есть вот что сейчас изменилось? Спасибо большое за вопрос. А я, на самом деле, еще хотела пару слов сказать по поводу вот того, что вы говорили по поводу диагностики. Я слушала летом, вот буквально летом и в сентябре, несколько раз доклады Элены Райкиной, Махитарян, которая проводила, ну, со своей группой, такие исследования в поликлиниках, по-моему, в московских в основном, вот по процентам выявления деменции, то есть они там проводили тесты и читали диагнозы, и по факту оказалось, вот, то есть вы приводили вот эти расчетные цифры, и по факту ставится этот диагноз там чуть ли не в 10 раз реже, чем реально должно быть, да, то есть, в принципе, это тоже так вот, ну, если вот ее послушать или почитать, это же такие вот красивые цифры того, как у нас врачи просто боятся ставить этот диагноз. И очень часто ко мне тоже направляют пациента с хронической ишемией мозга, ты смотришь МРТ, там как бы, ну, и клиника, и МРТ, и все довольно очевидно, вот, но при этом пациент имеет диагноз хронической ишемией мозга, а не болезнь Альцгеймера. Я думаю, что проблема, собственно, организации государственной помощи в том, что официальная статистика говорит, что болезнь Альцгеймера в России чуть ли не орфанное заболевание, и поэтому государство считает, что как бы, ну, зачем ему такое финансировать, вот, и то есть по факту, мне кажется, это в наших руках, то есть если мы врачи, там, неврологи, психиатры, неврологи, да, тоже могут ставить этот диагноз, есть этот код неврологический, который G, да, вот, соответственно, если мы будем не бояться ставить этот диагноз, то статистика начнет расти, и мы реально сможем показать, что это заболевание распространено, а не является орфанным, о чем говорит, собственно, официальная статистика по диагнозам. Да, это важно, конечно. Вот, а соответственно, по поводу критериев, то есть на самом деле за последние, вот, как раз с 1984 года, я думаю, которые вы упоминали, выходило несколько групп критериев, самый первый из них это были критерии в основном клинические, то есть мы видим, что никакие биологические маркеры здесь для подтверждения диагноза не использовались, но в последующих, да, критериях, которые разрабатывались и публиковались в последующие годы, мы видим здесь уже, что появилась необходимость использования биомаркеров, о чем мы дальше немножко еще скажем, вот, и соответственно, в чем главное отличие новых критериев, которые вышли в 2021 году, основное их отличие, на самом деле, с критериями 2018 года, может быть, я не знаю, кто проблемой болезни Альцгеймера интересовался, я думаю, смотрели, это как бы научные критерии, согласно которым мы могли поставить диагноз болезни Альцгеймера, просто имея результаты исследования биомаркеров, то есть, например, у пациента есть положительные биомаркеры амилоиды, положительные биомаркеры Тау, и, в принципе, согласно этим критериям, уже можно было поставить диагноз болезни Альцгеймера, и на самом деле понадобилось несколько лет, чтобы, собственно, проанализировали еще несколько работ, что это далеко не так, то есть, если у пациента, например, нет клиники, есть положительные маркеры, вот эти, да, это совершенно не говорит о том, что у него может быть болезнь Альцгеймера. Поэтому новые критерии как раз были призваны уточнить, что для диагностики болезни Альцгеймера нам очень… Давайте вот здесь… То есть диагноз болезни Альцгеймера, он клиникобиологический. То есть для того, чтобы его поставить, нам нужна клиническая картина, но на самом деле подтверждение с помощью биомаркеров тоже необходимо. То есть для повышения, как сейчас любят в медицине, все критерии делят на вероятности. То есть достоверный диагноз, вероятный, возможный, маловероятный. Соответственно, здесь все то же самое. То есть для того, чтобы поставить максимально вероятную клиническую болезнь Альцгеймера, понятно, что достоверно – это только под морфологическое исследование. При жизни пациента мы можем поставить максимально вероятный какой-то диагноз. Вот для этого нужно иметь типичную клинику и изменение обоих биомаркеров. Соответственно, а если есть просто изменение биомаркеров и нет клиники, то здесь очень низкая предиктивная значимость. То есть у многих пациентов, у которых такое наблюдается, за ними потом наблюдают много лет, и в целом клиники не развиваются. Ну вот смотрите, это же получается, что научные критерии, потому что мы же просто так... Эти нет, они научные клиники. У кого будут брать, то есть у кого берутся биомаркеры, это же ликвар, это же надо пунктировать больного. Вот мы сейчас участвуем, и вы тоже в клиническом исследовании, посвященном болезни Айцгеймера. Вот мы там пунктируем больных, берем ликвар, ТАУ, отправляем. А в рутиной-то практике оно как применимо? Ну здесь как бы нужно понимать, для чего вы это делаете. То есть в целом для пациента, которого мы просто лечим сейчас в данный момент, наверное, исследование биомаркеров это не очень нужная вещь, если вы ведите типичную клинику, но как бы дальше этот пациент не планирует принимать участие в каких-то клинических исследованиях, так как у нас сейчас все еще нет такой терапии. Но в целом, как бы вот эти все критерии призваны находить, собственно, максимально подходящих пациентов, в первую очередь сейчас под клинические исследования, и, собственно, потом, когда появятся препараты, которые могут воздействовать на мишени, специфичные для болезни Айцгеймера, соответственно, для того, чтобы их правильно назначать. Ну и плюс научные исследования тоже никто не отменял. То есть если мы хотим проводить научные исследования и быть уверенным, что мы включаем именно пациента с болезнью Айцгеймера, мы тоже должны это делать. Понятно, что если пациент это не планирует, то как бы это не необходимо. Рутинно, вот вы используете лимбальную пульсию и ликвара? Не в рамках научного исследования? Ну, как бы у нас научные исследования проводятся перманентно, но в целом я нередко вижу запросы со стороны пациентов, которые хотят знать точно, то есть им хочется знать и быть уверенным, оно это или не оно, поэтому мы можем использовать. Или, например, я часто это использую, так как в специфике моей научной работы, у пациентов с дифференциальным диагнозом, молодых пациентов, когда я не знаю, это болезнь Айцгеймера или лобно-височная деменция, например, по клинике это не очень очевидно, вот в этом случае, соответственно, это может быть использовано даже с клинической точки зрения. Если это пожилой пациент больше, чем 65 лет с дебютом, то, наверное, это не совсем обязательно и с типичной клиникой. И, соответственно, что здесь приводится как типичный клинический фенотип, который максимально соответствует диагнозу болезни Айцгеймера, соответственно, это амнистический фенотип, всем известно, это логопенический вариант первичной прогрессирующей афазии и задняя корковая атрофия. То есть считается, что вот это три максимально типичного фенотипа, и вот, собственно, вот в этой табличке мы видим верхнюю часть, вот здесь, соответственно, это вот тут как бы сами фенотипы перечислены. И дальше на основании того, какие биомаркеры вы исследовали, вы, соответственно, можете как-то интерпретировать, вероятные, не очень вероятные, возможные и так далее. Соответственно, но кроме этого, выделили здесь также более редкие фенотипы болезни Айцгеймера, но, тем не менее, тоже, которые при ней встречаются. К ним относят, собственно, поведенческий дезрегуляторный вариант, это как раз тот вариант, который мы с лобно-височной деменцией часто дифференцируем. Это кортикобазальный синдром, тоже очень такой сложный момент, который часто требует тоже дифференциального диагноза с кортикобазальной дегенерацией. Мы, кстати, ну вот этих пациентов я стараюсь почти всех пунктировать, ну, конечно, очень сложно, учитывая, что у них часто афроксия бывает, но, тем не менее, мы стараемся делать. И действительно, то есть там у ряда пациентов мы обнаруживаем изменения вот по типу, с характерным для болезни Айцгеймера. Вот, и, соответственно, такие варианты, другие варианты, первично прогрессирующая афазия, которая, казалось бы, для лобно-височной деменции больше характерна, но, тем не менее, здесь их тоже приводит. Вот, и здесь, соответственно, вероятности уже ниже, но, тем не менее, если мы видим изменения важными на обоих биомаркеров, то, соответственно, тоже мы можем определить определенную степень вероятности диагноза болезни Айцгеймера. То есть мы не основываемся еще раз только на маркерах, мы основываемся на комбинации клиники плюс маркеры. Вот, то есть это такой основной посыл. А генетическое обследование на АПЕ, насколько целесообразно проводить у пациента? Вот, по поводу генетического обследования, да, там у меня дальше был такой слайд, вот здесь. Соответственно, есть люди, да, у которых, например, ну, в целом, если у вас как бы есть типичная клиника уже, да, то, наверное, ну, можно, конечно, сделать, но как бы это вряд ли что-то изменит дальше, да. Мне кажется, исследование на АПЕ, оно больше применимо, да, и имеет больше смысла у асимптомных людей. То есть, например, да, есть человек, который задался вопросом, каковы у меня риски развития болезни Альцгеймера, да, здоровый человек на данный момент. И вот здесь в этих же критериях, кстати, приводятся такие две таблички интересные, того, насколько высок риск развития болезни Альцгеймера у, собственно, асимптомного пациента, у человека, да. Соответственно, наибольший риск, на самом деле, вот если мы вот сюда посмотрим, то есть это носители мутации, да, то есть если мы видим семью с генетической болезнью Альцгеймера, да, например, у пациента выявляется мутация, у кого-то из детей выявляется мутация, но дети здоровы, да, и если мы вот выявляем мутацию в одном из этих трех генов, даже у здорового человека в этой семье, то там у этих мутаций очень высокая пенетрантность, то есть они, ну, очень вероятно, что они проявятся, да, и вот эти люди, они имеют так называемый абсолютный риск, согласно, да, вот этой табличке, то есть, как бы, к сожалению, здесь, как бы, вот так. Если же, опять-таки, мы, то, что я уже говорила, проверим маркеры, маркеры амилоида и ТАУ у обычного человека без, как бы, генетических каких-то, да, осложнений в семье, вот, то, как бы, это ни о чем не говорит, еще раз, да, скажу, то есть мы вообще никак не можем предсказать, то есть есть вероятность, что он проживет без этого заболевания, то есть, да, это встречается очень часто. Вот, а АПАЕ, да, когда мы, ну, мы тоже всегда часто говорим о том, что у любого человека есть факторы, да, которые протективные, ну, как при любом, таком многофакторном заболевании, как болезнь Альцгеймера, как один из примеров, так и, как бы, фактор риска, так вот, да, считается носительство генотипа АПАЕ-4, это вот, да, вот если мы посмотрим, вот, это один из, собственно, факторов риска, да, того, что заболевание проявится, кроме, да, остальных других, то есть, тут их очень много, вот, ну, то есть, ну, если уже есть имптомы, мне кажется, это, опять-таки, чисто для научных целей, да. Вот, вот так. Поняла. А вот если говорить о биомаркерах, опять же, да, вот есть биомаркеры, отражающие нейродегенерацию, есть биомаркеры, отражающие амилоидоз, да, вот здесь я там попыталась собрать, да, что, какие именно, да, биомаркеры, вот, для чего они нужны, вот, и все-таки в рутинной практике у врача первичного звена возможности определить биомаркеров нет. Хорошо, если они приходят в третичный центр, ну, например, к вам, да, то есть вы, если это не научное исследование, там, то есть рутинно вы применяете их только, вот, как вы сказали, там, например, у молодых, у, там, дифференциальный диагноз, например, лобно-височной, да, деменции. Но вот в целом, немножко рассказать, может быть, подробнее для наших докторов, вот для чего нужны эти биомаркеры. Ну, то есть, в целом, это очень важная вещь, которую я поняла, когда начала заниматься своей диссертацией, собственно, по лобно-височной деменции, да, потому что, когда ты смотришь пациента с когнитивным расстройством, ну, просто кроме нарушения памяти, да, есть другие варианты, вот, соответственно, ты по данным тех исследований, которые мы делаем рутинно, то есть это неврологический осмотр, осмотр нейропсихолога, МРТ головы обычно, да, там, ПЭТ-фтор, дезокси-глюкозы, например, ну, некоторые, да, назначают. Это нам отвечает на вопрос, ну, то есть, у нас все, нас учат на неврологии топики, да, то есть мы можем поставить топический диагноз, поражены, там, области висков, да, лоб, темя, затылок, ну, то есть, вот мы можем сказать только это, да, но мы не можем гарантированно утверждать на основании этих обследований, что у пациента болезнь Альцгеймера или лобно-височная деменция, да, этих данных недостаточно, вот, и, соответственно, биомаркеры, они как раз нужны для того, чтобы мы могли ответить на вопрос, с чем связано вот поражение вот этих определенных зон головного мозга, да, с тем или другим заболеванием, и это действительно очень такой важный вопрос, именно для нейродегенеративных заболеваний, потому что если вот начать этим заниматься, ты понимаешь, что фенотипы перекрываются, ну, просто жутко, да, то есть ты иногда, ну, то есть тебе сначала кажется, что это одно, потом ты посмотрел пациента следующий раз, думаешь, нет, это другое, хотя ты уже несколько раз этого пациента смотрела, вот, поэтому, собственно, это проблема, на самом деле, всего мира и всех этих нейродегенеративных заболеваний, потому что, на самом деле, неуспех даже тех же самых клинических исследований по разным заболеваниям, которые сейчас проводятся, связывает в том числе в отсутствии возможности адекватно оценивать заболевания, отсутствие биомаркеров как раз вот этих. Поэтому это такая глобальная проблема, и в одолезни Альцгеймера в этом плане ему повезло, скажем так, в кавычках. Для этого заболевания уже очень много десятилетий существует, так называемый, золотой стандарт ее диагностики с использованием маркеров бета-амилоида и ТАУ. Для других заболеваний, типа лобно-височной деменции, болезни с тельцами или болезни Паркинсона, мы, к сожалению, таких инструментов не имеем, и это до сих пор остается клинический диагноз. И, соответственно, вот здесь тоже я хотела просто для примера показать, о чем мы говорим, для чего вообще мы говорим о биомаркерах. То есть, если мы говорим про болезнь Альцгеймера, то в основе этого заболевания лежит накопление патологических агрегатов, белков бета-амилоида и ТАУ, поэтому именно эти белки мы используем в качестве биомаркеров здесь. Если мы возьмем второе, распространенное нейродегенеративную деменцию, это деменция с тельцами левида. Там в основе заболеваний лежит альфа-синкулин, поэтому логично было бы использовать в качестве биомаркера здесь его, над чем, собственно, и работают. Если мы возьмем спектр лобно-височной дегенерации, там совсем другие белки, которые могут лежать в основе. Соответственно, здесь тоже. Это нам могло бы помочь диагностики. На самом деле есть еще очень много других деменций, о которых мы не говорим, но они все равно существуют. Я, кстати, с огромным удовольствием читала вашу диссертацию, потому что действительно то, о чем вы говорите, когда приходит такой пациент, и ты сначала не понимаешь, куда его уложить. И поэтому, когда у вас, Юлия Александровна, генетический анализ был, и я с огромным удовольствием с ней ознакомилась. Спасибо. Я не знаю, ну давайте, может, пару слов здесь скажи, можем двинуться дальше к, собственно, генетическим каким-то аспектам. Здесь я хотела, собственно, показать, опять-таки, для чего, почему могут быть важны биомаркеры, потому что считается, если посмотреть на верхний график, что изменения морфологические в головном мозге начинаются за много лет до того, как у пациента дебютируют клинические симптомы, поэтому по такой аналогии, может быть, с онкологическими заболеваниями, вот, собственно, считается, что изменение биомаркеров для болезни Альцгеймера типичных, оно начинается за много лет до, и поэтому, собственно, измерив эти биомаркеры, мы можем как можно более рано диагностировать заболевание. Вот я говорю, на этом споткнулись, когда стали смотреть, что если смотреть асимптомного пациента, то как бы не факт, что у него разовьется болезнь Альцгеймера, поэтому клиника все-таки важна. Но это, тем не менее, важно для, опять-таки, включения правильных пациентов в исследование. Вот это, мне кажется, вообще проблема, я не представляю, как. Да, вот одно из исследований, которое планировалось, в том числе и в нашей стране, да, когда включают совсем ранее, ранее, да, практически без жалоб пациентов, то есть я вообще даже не представляю, как их находят. То есть либо это родственники в семьях, да, где есть, либо я даже не представляю, как искать таких пациентов. Вот, и в плане оценки, да, маркеров болезни Альцгеймера, то есть мы, в принципе, можем оценивать их либо в цереброспинальной жидкости, да, опять-таки, ну, то есть это такая инвазивная манипуляция, которая, может быть, некоторых пациентов может испугать, но на самом деле, вот мы когда объясняем нашим пациентам, у нас многие соглашаются, то есть, как бы, страха такого нет, но в целом, опять-таки, врачи некоторые боятся делать такие процедуры, да, да, да. Вот, а второй вариант, соответственно, да, типичное изменение, которое мы видим, это в ликваре снижается бета-амилоид, да, и увеличивается фосфорилированный ТАУ. И второй вариант сейчас, то, что очень сильно так развивается, это диагностика с использованием позитронной эмиссионной томографии, с использованием специальных легандов, да, которые могут связываться специфически с амилоидом и специфически с ТАУ. Вот здесь я просто картинку привела, да, из статьи, так как в России пока у нас недоступны эти методы диагностики, вот, соответственно, да, здесь вот женщина с типичной амнистической деменцией, вот, и, соответственно, мы видим, да, ну, то есть, слева у нас под слигантом к бета-амилоиду, так, вот это у нас получается, да, под слигантом к бета-амилоиду, да, вот это структурное, да, МРТ, вот, и, соответственно, вот это накопление ТАУ-белка, да, то есть больше в затылочных отделах, да, и, в принципе, этого тоже достаточно для постановки диагностики. Серьезно, а у них это оплачивается страховкой? Я так понимаю, очень зависит от стран, ну, то есть я тоже вот когда эту книгу читала, там тоже прям прописываются названия страховок, то есть эта страховка покрывает, эта страховка не покрывает, но я так понимаю, что все-таки, ну, там, в европейских странах в большинстве случаев это не покрывается, то есть в основном это научные исследования, либо за средства пациента, если они хотят очень это сделать. Ну, стоит это не дешево, то есть около 100 тысяч, если на наши деньги, например, рублей. Да, ну, в принципе, пазисторозокси глюкозы тоже стоит. Да, к сожалению, да, это мало доступно. Ну, в любом случае здесь необходимо развитие, иначе мы так и будем топтаться на месте. Ну, еще вот хотел спросить, есть понятие, да, такая, миксит, миксит дименция, да, то есть смешанная патология. Здесь вообще как обстоят дела? Это вообще тоже считается очень большой проблемой, в том числе, опять-таки, для клинических исследований, потому что когда стали изучать когорты пациентов, соответственно, с какими-то конкретными диагнозами, то, ну, вот даже, причем диагнозами, именно здесь я привела тоже одно из исследований, то есть когда изучали именно пациентов с установленными диагнозами нейродегенеративных заболеваний морфологическим способом, да, то есть именно не клинический диагноз, да, а морфологический диагноз. И когда стали смотреть эти выборки пациентов, увидели, что на самом деле они не гомогены, то есть помимо основного патологического процесса, да, основной протеинопатии, есть очень часто другие какие-то, да, и, соответственно, считается, что это может быть одним из факторов, которые могут влиять на, собственно, результаты клинических исследований, потому что мы боремся с одной патологией, а там еще есть параллельно вторая, и на самом деле большинство, сейчас я покажу просто графики для сравнения, для большинства нейродегенеративных заболеваний характерно, это далеко не стопроцентный вариант того, что там будет только чистая эта протеинопатия, да, например, если мы посмотрим на болезнь Альцгеймера, тут более ранней стадии, более продвинутой стадии, но тем не менее мы видим, что только 35% это чистая патология бета-амилоида и тауна, и дальше мы видим, что еще примерно столько же, это плюс альфа-синуклеинопатия, еще там чуть на около 20, да, это TDP-43 протеинопатия, то есть мы видим, что, причем проценты-то довольно большие, да, если мы возьмем другие группы нейродегенеративных заболеваний, вот, например, таупатия, да, соответственно, вот кортикобазальная дегенерация, она только в половине случаев таупатия, да, еще там в четверти, это вообще болезнь Альцгеймера, да, но еще там могут примешиваться какие-то другие белки, ПНП, который мы тоже считаем все таупатией, посмотрите, да, то есть еще треть это сочетание с... В этом плане, мне интересно, вы, наверное, тоже сейчас слышали, что была какая-то история, да, с... Ну, мне кажется, немножко раздули скандал, да, по поводу данных исследований, что большинство сейчас исследований по лечению направлены на, там, бета-амилоид, да, и что это ошибочная, да, как бы, концепция, которая привела к тому, что огромные деньги, да, там были вложены в эти исследования. Я, кстати, хочу показать, да, у нас с вами тут были слайды, посвященные лечению, да, вот недавно вышел обзор, буквально в 22-м году, и вообще тоже этот обзор посвящен, выходит каждый год по количеству новых лекарственных препаратов на разных фазах клинических исследований, и здесь 83, да, процента это терапия направлена на модификацию, да, течения заболеваний. И вот здесь тогда вопрос, как тогда, да, когда вот эта смешанная патология, каким образом вообще действительно правильно ли идти в отношении, там, антиамилоидной терапии, да? Ну, это одна из мишеней, с другой стороны, то есть не все же эти 83% являются антиамилоидной терапией, вот, то есть там подходов-то много разных. Вот, но вообще согласна, амилоидная теория, она сейчас, скажем так, немножко трещит по швам, может быть, потому что вопросов там действительно много. Такие битвы идут. Да, да, ну то есть сколько препаратов. В журналах международных идут прям битвы по поводу скандала, покруче, чем, я даже не знаю, с чем сравнить, да, по поводу антиамилоидной терапии. Но вообще, конечно, пока грустновато, потому что, да, у нас, по сути, есть там 4, да, препарата для лечения болезни Альцгеймера, но с другой стороны мы все-таки видим, что у части пациентов эти препараты работают, да, и при там раннем назначении мы, собственно, видим достаточно хороший эффект. Я хотела еще спросить вас, опять же, вернуться вот немножко к наследственным формам деменции, собственно, потому что это была тема вашей диссертации, и немножко рассказать нам вот именно о наследственной деменции, потому что вопросы пациентов очень часто вот про наследственность, про будет ли у меня, да, и у врачей тоже, потому что мы часто видим, да, что в семьях все-таки есть, даже не когда молодые, да, молодая деменция и как бы в семье, но и у пожилых часто есть вот как бы в семьях наследственные случаи какие-то. Мне кажется, да, это очень такой интригующий вопрос, который тоже часто беспокоен, и я тоже замечаю, что он часто беспокоит пациентов. Вот, вообще в целом, да, если говорить про болезнь Альцгеймера, да, то мы как бы рассчитываем, ну, это считается, да, многофакторное заболевание, да, то есть для конкретно болезни Альцгеймера наследственные случаи как бы считаются не очень частыми, и я здесь попробовала такую, ну, составить таблицу, ну, не таблицу, а список, на мой взгляд, таких наиболее частых причин наследственной деменции, то есть о чем мы можем думать, да, и в каких случаях. То есть, наверное, на первом месте здесь все-таки стоит лобно-височная деменция хотя бы по проценту распространенности на наследственных случаях, то есть как бы сама лобно-височная деменция, она как бы, ну, не такая, что пойдет, да, по частоте вровень за болезнью Альцгеймера, но если взять, например, группу опять-таки молодых пациентов, то есть до 65 лет, а именно в этом возрасте, то есть средний возраст дебюта лобно-височной деменции любого фенотепа, это где-то 55 лет, то есть они почти все молодые, да, то есть очень редко они бывают в более старшей возрастной группе. Так вот здесь, по данным и в принципе международных исследованиях, и по нашим данным, то есть мы там уже за эти годы насобирали довольно большую выборку пациентов, да, примерно половина случаев, ну, то есть 40% так точно, имеют наследственную отягощенность, при этом такой хороший доминантный семейный анамнез. То есть когда ты спрашиваешь, отвечают на вопрос, что либо в семье были похожие, да, симптомы там, либо нарушение речи, либо нарушение поведения, либо наблюдался психиатром, либо ушел из дома, потерялся, либо там, кстати, боковой миотропический склероз тоже, не забываем о том, что они сочетаются. Вот, поэтому, в общем, это такое заболевание, о котором надо думать, если, ну, то есть в плане, вот, если мы видим такой случай с доминантной деменцией в семье. Вот, а в чем проблема здесь? В том, что, ну, лобно-височная деменция, да, на 50% наследственная, на 50% она спорадическая, так же, как болезнь Альцгеймера. И проблема в том, что клинический фенотип не очень отличается, то есть что наследственные, что генетические случаи, что спорадические, они будут, в принципе, похожи. И, на самом деле, иногда мы выявляем, вроде как у пациента нет семейного анамнеза, мы находим мутацию, такое тоже бывает, потому что иногда там, ну, родители рано умерли, или мы не знаем информацию о родителях, да, либо она впервые возникла, такое тоже возможно. Вот, и здесь я привела три таких частых гена, которые, ну, во всей литературе, да, во всем мире наиболее часто ассоциируются с этим диагнозом, это гены Ц9Р72, гранулин и мапт. И, как бы, вот то, что мы исследовали нашу когорту, российскую, да, у нас все-таки чаще всего это Ц9Р72 и гранулин, а случаи мутации в мапте, они какие-то такие очень-очень эксклюзивные, редкие, я бы сказала, ну, конкретно для нашей популяции. Вот, и тоже здесь такой важный момент для специалистов, да, кто будет направлять на лечение, что мутация в гене Ц9Р72, она представляет собой экспансию повторов, и нужно быть осторожными, а ее нет в панелях, да, то есть ее невозможно найти в панели генов нейродегенеративных заболеваний, при полных зонах секвенирования тоже, то есть вы это пропустите, поэтому если вы подозреваете лобно-височную деменцию, то имеет смысл сначала отдельно проанализировать, собственно, ген Ц9Р72, это дешево, быстро, как бы, и информативно, скажем так, и только если он отрицательный, тогда мы уже делаем более расширенные панели, потому что, на самом деле, этих генов несколько десятков, я здесь привела всего 3, а их там штук 20-30 можно насчитать. Вот, кроме лобно-височной деменции, тоже не забываем, что бывают наследственные варианты болезни Альцгеймера, это очень редко, да, то есть если взять все случаи болезни Альцгеймера, это где-то 3-5% всех случаев, но тоже здесь обращать внимание, что это доминантное наследование, то есть будут случаи в семье, вот, и о чем, что здесь следует допоминуть, что в отличие от лобно-височной деменции, здесь часто мы видим раннее начало, то есть это может быть 30 лет, 40 лет, и атипичный фенотип, то есть это не такой, ну, то есть бывают там некоторые мутации, вызывают фенотип типичный амнистический в позднем возрасте, так тоже возможно, но как бы более редко, чаще это все-таки молодые пациенты с атипичным фенотипом, например, там у меня есть семья, где фенотип похож вообще на прионное заболевание, то есть там прогрессирует атаксия, апроксия, когнитивные нарушения за 2-3 года, и, собственно, приводя к смерти пациента, то есть как бы как-то смотришь, кажется, что это прион, а как бы нет, вот, поэтому, то есть, или там болезнь штрюкмеля может проявляться, либо атаксия просто это может проявляться, то есть поэтому нужно быть внимательным, и здесь, собственно, нам нужно тестировать вот эти три гены, это, как правило, тоже панели различные, то есть можно за раз посмотреть все три. Вот, незабываем о наследственных прионных заболеваниях, да, то есть это тоже доминантное наследование, их таких из всех случаев прионных заболеваний, ну, процентов 10-15, здесь тоже сложность в том, что фенотип не будет отличаться от спорадических случаев, то есть, ну, может быть, похоже на обычную болезнь, в принципе, для якобы, вот, или там на атаксию какую-то, да, при этом же заболевании, вот, и здесь всего один ген, в принципе, это хорошо, он маленький, ген ПРНП, его, на самом деле, даже в инвитро смотрят, как-то у пациентки нашли мутацию просто в инвитро, она стоит 1012 или 15, то есть, вполне даже доступна, да, поэтому тоже стоит использовать, если есть такие подозрения, вот, но, к сожалению, тоже доминантный анамнез, и это все очень грустно, когда эти семьи консультируешь, вот, а вторая, последняя группа, я их так сгруппировала, да, это очень много различных генетических заболеваний, где деменция является частью симптома комплекса, да, например, болезнь генетингтона, разные виды атаксии, да, там паркинсонизм у некоторых, да, и так далее, то есть, как бы, тут вариантов много, и тоже обращаю внимание, что часто, да, генетические заболевания с деменцией, они могут сочетаться с двигательными расстройствами, с эпилепсией, ну, там много с чем еще, ну, то есть, как бы, когда такой сложный какой-то фенотип, который не укладывается, да, в какой-то конкретный вот подтип, который я обозначила сверху, вот, ну, то есть, это очень интересно, но... Ну, действительно, интересно и важно, потому что иногда, когда читаешь, такая кашина в голове, и вы как-то так хорошо нам разложили, я еще хотела, знаете, что спросить, потому что клинические инструменты, потому что практическому врачу всегда нужен какой-то инструмент для того, чтобы сказать, вот сейчас есть деменция, а сейчас, а еще нет, да, и в этом плане, ну, всем известные тесты для быстрого такого скрининга, да, это Монреальская шкала, Мини-КОК, ММС, да, то есть, вы в своей практике, вот, на рутинном, там, приеме, да, какие чаще используете тесты? Я на самом деле использую в зависимости от того, какой диагноз я предполагаю, то есть, я сначала же беседую с пациентом, и у меня уже есть какие-то мысли, да, то есть, если я, ну, впервые вижу пациента и понимаю, что там какая-то нейродегенерация, скорее всего, ну, если у меня есть время, то я буду использовать, скорее всего, я люблю, тут нет этой шкалы, я люблю Аденбрукскую шкалу, вот, в которой есть более детальная оценка разных доменов, то есть, по факту, это расширенная версия ММСЕ, вот, и, то есть, если у меня есть время и есть желание понять, какой домен она занимает, это зависит от пациента, то есть, если у пациента, скажем так, выражены динамические нарушения, ее можно и час делать спокойно, но в среднем это минут 20, наверное, 20-25, может быть, вот, и там, как бы, вся шкала поделена на модули, это очень удобно, то есть, ты в конце получаешь, сколько у тебя баллов по памяти, сколько у тебя баллов по зрительно-пространственным, и так далее, да. По каждому домену, не общий балл, потому что общий балл иногда не отражает структуру, да. Потому что, например, вот для моих пациентов слабонависочной деменции, вот эти шкалы, ну, часто нерелевантны, у них либо афазия, они не могут ничего сделать, либо у них поведенческие расстройства, они делают это идеально, поэтому, вот, а так, в целом, я согласна, если это болезнь Альцгеймера, ну, для динамического наблюдения, я использую обычный ММСЕ, вот, чтобы так вот динамику отслеживать, вот, ну, МОКУ тоже. Я чаще вот МОКУ как-то чаще использую. Здесь я еще сделала такой слайд по стадированию, да, то есть, тоже по шкалам болезни Альцгеймера, тоже, чтобы были какие-то, да, инструменты для деления баллов, подбаллов. Ну, действительно, вот сегодня мы поговорили обо всем, да, получается, обо всем быстро, у нас время уже заканчивается, но для меня важно было именно вот эти аспекты, которые вы рассказали по генетике, то есть, чтобы мы четко могли понимать, кого на какой ген, на какую панель направить, да, потому что в этом отношении, вот, даже я иногда испытываю, как бы, некие трудности, потому что это финансово затратно, да, для семьи, и ты должен четко понимать, для чего, для каких целей ты назначаешь именно, там, эту панель или этот ген, да, как бы, и это тоже такой важный фактор. Но вот последние слайды, мы сегодня говорим о всемирном дне, привлекаем внимание, да, к этой проблеме, я думаю, что дальше надо просто продолжать работать в этом направлении, и самое важное, как мне кажется, вот этот миф, а зачем, да, ставить диагноз, если нету лечения, да, вот здесь мы, я собрала, как бы, основные данные, да, почему надо, почему важна ранняя диагностика, да, первое исключение распространенных, излечимых, потенциально образимых, да, причин когнитивных нарушений, это важный фактор, да, информирование, консультирование пациентов и семей, да, что может помочь смягчить, мы знаем, да, всякие семейные конфликты, риски домашних каких-то происшествий, да, потому что иногда, кстати, родственники пациентов даже не осознают о дефекте, они когда видят, когда тестируешь пациента, как пациент выполняет вот эти когнитивные тесты, они иногда даже не ожидают того, что дефект вот настолько выражен, да, поэтому вот эти вещи, они тоже помогают семьям осознать вообще проблему, юридические вопросы опять же решить. Мне, кстати, вчера вот Александр Щеткин сказал тоже важную вещь, что когда на раннем этапе выставляется диагноз болезни Асгеймера, то есть надо запланировать вот любые там обследования, лечения зубов, вплоть до, да, там, какие-то операции, потому что на более развернутых стадиях это будет целая проблема, да, там, заставить пациента привести к врачу, там, полечить его, вылечить зубы, там, то есть это будет целая проблема, поэтому здесь тоже, в общем, необходимы какие-то, ну, планирования, да, поэтому здесь, в общем, очень много вопросов, которые надо, которые важны, и у семьи должно быть, конечно, понимание, и у врача тем более должно быть понимание для того, чтобы в более ранние сроки выставлять диагноз, а не скрывать его за диагнозом хронической ишемии головного мозга, да? Да, согласна с вами абсолютно. Уважаемые коллеги, теперь мы готовы ответить на ваши вопросы. Замечательно, я вообще очень люблю, когда есть вопросы, потому что ощущение, что мы разговариваем не с вами, а все-таки с нашими коллегами. Один из вопросов от Евгения. Добрый вечер. Какие существуют современные подходы к раннему выявлению болезни Альцгеймера? Ну, собственно, мы сейчас частично это обсуждали, да, может быть, повторите кратко, да? Да, то есть в целом мы это проговаривали, что считается, что ранняя диагностика болезни Альцгеймера это как раз определение биомаркеров, да, в ликваре или с использованием инструментальных методов, но еще раз предостерегаю, да, что это должны быть именно пациенты с симптомами, да, то есть не надо искать измененный биомаркер у здорового человека, вот, поэтому, да, то есть если вы видите у пациента, ну, начальные, например, симптомы этого заболевания, вас это беспокоит, то в целом есть смысл воспользоваться определением биомаркеров Российской Федерации на данный момент в некоторых центрах доступно определение их в ликваре, да, то есть это у нас пока нет. Ну, я хочу сказать, что да, это доступно в некоторых центрах, но там, где недоступно, мы сегодня говорили об этом, что давайте ставить, давайте начинать ставить этот диагноз, чтобы статистика все-таки менялась, да, потому что код диагноза болезни Альцгеймера в неврологической, в G, да, он есть, поэтому вот здесь, да, мы можем говорить, что биомаркеры не совсем доступны, но мы сейчас можем изменить эту ситуацию, выставляя этот диагноз, да, на этапе, когда уже есть клинические признаки. Следующий вопрос от Татьяны. Добрый день, подскажите, пожалуйста, какова тактика при выявлении таких побочных эффектов мимонтина, как головокружение и нарушение равновесия? Пациентке 81 год, доза препарата 10 мг. Продолжать ли увеличивать дозу по инструкции до 20, или есть ли альтернатива в лечении, возможно, побочные эффекты в дальнейшем нивелируются? Как вы считаете, то есть, ну, если есть головокружение, на мой взгляд, лучше, наверное, ну, не наращивать. Я, например, сталкиваюсь с агрессией, да, у пациентов, которым акотинол мимонтина назначается, да. Ну, мне кажется, здесь не надо наращивать, если это именно связано с этими симптомами. Да, тем более, если вы, насколько вы уверены, какой диагноз, да, у пациента, потому что, ну, то есть, при некоторых заболеваниях, например, вот вы говорите про агрессию, очень часто такое бывает при лобно-височной деменции при назначении мимонтина, да, поэтому, ну, мне кажется, это правило для любого препарата, если вы видите побочный эффект, это не надо, значит, дальше наращивать, да, можно снизить дозу, посмотреть, может быть, сменить производителя, как вариант можно рассмотреть, да, если, как бы, на другом производителе будет то же самое, значит, препарат нам не подходит, и, соответственно, пробуем что-то другое, но в данном случае, если нет противопоказаний, можно попробовать ингибитор от стилхолиностраза, например. Вопрос от Марии. Кто предрасположен к развитию болезни Айцгеймер? Ну, вот, опять же, мы показывали, да, слайд, ну, он был, правда, на английском языке, по тому, кто предрасположен. Сможете еще раз повторить? Да, да, то есть, в основном, да, предрасположены к развитию заболевания, это люди, как это ни странно, да, с различными факторами риска по образу жизни, да, то есть, и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то есть, это люди, которые имеют, там, болезнь, гипертоническую болезнь, да, сахарный диабет, избыточную массу тела, малоподвижный образ жизни, злоупотребляющий алкоголем, носители, да, курящие, носители вот этого как раз алеля АПЕ4, то, что мы обсуждали, да, то есть, в основном, это вот, как бы, вот эта категория пациентов. Да, ну, вот есть исследование, да, там, семь вот этих основных факторов риска, которые контролируемы, которые модифицируемы. Да, и мы можем, если их, как бы, обратить внимание на эти факторы, попытаться их нивелировать, то можно, в принципе, снизить риски деменции, там, чуть ли не до 40%. От Аллы вопрос. Добрый вечер. Является ли теория нейровоспаления для развития болезни Альцгеймера актуальной на сегодняшний день? Да, это одна из теорий. То есть, как бы, сейчас, ну, опять-таки, наверное, благодаря фармацевтическим компаниям и клиническим исследованиям, да, все говорят именно об амилоидной теории, но, как бы, на самом деле, действительно, это не единственная теория, существуют другие теории, а теория нейровоспаления одна из них, вот, соответственно, да, и в этой сфере тоже проводятся различные исследования научные и клинические тоже. Вопрос от Виктории. Нужны ли разные подходы к спорадически возникшей и семейной форме болезни Альцгеймера? В плане лечения, наверное, подходы на данный момент одинаковые, но подход здесь есть разный к семье, да, потому что если это спорадическая болезнь Альцгеймера, то, ну, мы занимаемся пациентом и, как бы, все на этом. Вот, если же это семейная болезнь Альцгеймера, то здесь нужно понимать, что, как правило, эта болезнь с аутосомно-доминантным типом наследования, и как при всех доминантных заболеваниях, мы всегда думаем о детях этого пациента, да, и мы обязаны сообщить пациенту и его детям, что риск наличия этого заболевания у детей, да, составляет 50%, причем не только у детей, но и у сиблингов, то есть у брата и сестры этого пациента, да, поэтому, ну, как бы, в теории вы должны предупредить всех родственников, да, ну, то есть братьев-сестер и, соответственно, детей пациента о том, что у них есть риск иметь это заболевание. Мы имеем, кстати говоря, право, вот, как бы, мы же не имеем права, то есть мы должны сказать пациенту, и, наверное, родственников, с которыми мы контактируем, но имеем ли мы право... Ну, если пациент, как бы, рассказал о своем диагнозе, но тут, как бы, понимаете, очень часто, когда эти пациенты приходят, они, как правило, уже не одни приходят, потому что это заболевание, ну, как бы, скажем, его трудно скрывать, поэтому, как правило, родственники знают, вот. Ну, естественно, если пациент не хочет разговаривать и говорить родственникам, этого не нужно делать, вот. То есть мы обычно говорим пациенту о том, что вы проинформируйте, пожалуйста, своих родственников, да, То есть так называемое медико-генетическое консультирование нужно проводить обязательно, потому что, к сожалению, если эта мутация есть, как я говорила, это абсолютный риск развития болезни Альцгеймера. То есть людям, опять-таки, нужно, если они захотят вдруг сделать, то есть это же не обязывает их делать генетический тест. Если они захотят, они сделают. Вам главное проинформировать, что у них есть такой риск. Как не пропустить, вопрос от Ангелины, как не пропустить развитие болезни Альцгеймера на фоне имеющихся факторов риска сосудистой деменции? Это вот как раз по поводу хронической ишемии головного мозга. На самом деле, очень часто, мы говорили про смешанную патологию со стороны патоморфолога, но со стороны клиники мы тоже часто видим смешанную патологию. То есть у патозанта с болезнью Альцгеймера, если это пациент, которому 70-80 лет, у него в большом проценте случаев будут сопутствующие сосудистые изменения по данным МРТ. Мы должны понимать, что если это не инсульт в какой-то стратегической зоне, типа в таламусе, то маловероятно, что просто лейкариоз в глубоких отделах полушария будет являться причиной такого грубого когнитивного дефицита. То есть еще раз, в первую очередь, мы ориентируемся на клинику. То есть если мы видим типичный фенотип, характерный для болезни Альцгеймера, то сопутствующие признаки ишемии головного мозга говорят о том, что у пациента еще есть сердечно-сосудистые заболевания параллельно и все. А так клиника, гиппокампы обязательно смотрим. Вопрос от Тамары. Добрый вечер. Используется ли моноклональная антисела для лечения болезни Альцгеймера? В клинических исследованиях используется. Ну вот был же одобрен один препарат в Штатах, но там тоже, в общем, большие вопросы, потому что там была динамика по маркерам, но не была динамика по клинике. И стоимость его тоже достаточно высока, поэтому сейчас на фазе клинических испытаний еще есть ряд моноклональных антител, но это только в рамках клиника. Там еще был большой процент, но есть большой процент побочных явлений у этого препарата. Поэтому там у меня есть пациенты, кто имеет возможность, имеют родственников за границей, имеют возможность получить доступ к этому препарату. И вот я как-то общалась с семьей, они мне сказали, что вот мы почитали спектр побочных эффектов, а решили, что нет, мы не будем это пробовать. Добрый вечер. От Михаила вопрос. Спасибо за интересную информацию. «Подскажите тактику диагностики лечения при обратимых деменциях». Вот мне кажется, это вообще отдельная, можно сделать целую отдельную передачу на эту тему, потому что причин обратимых деменции очень много, причем некоторые вещи условно обратимые, некоторые деменции действительно есть обратимые. Поэтому я думаю, что в рамках одного ответа мы не сможем. Но нам очень понравился ваш вопрос. Я думаю, что нам надо будет подготовить передачу действительно об обратимых деменциях, потому что это вообще мега, мне кажется, актуальный для практики вопрос. На этом я вижу все. Большое спасибо, коллеги, вам за те вопросы, которые вы задали. Я получила сегодня большое удовольствие от передачи, и в общем стало понятно, о чем надо еще говорить, какие вопросы поднимать. Поэтому всем огромное спасибо за ваше внимание. Юлия Александровна, спасибо вам, что пришли. Спасибо вам, что позвали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!